Сегодня мы будем искать Потапова Сергея Николаевича, 75 лет. Пропал в деревне Хардикова Орловского муниципального округа. С 18 мая его местонахождение неизвестно. Учебный поиск ничем не отличается от настоящего. Где спрятан человек, знают только организаторы. А 20 новичкам движения и уже профессионалам своего дела предстоит его отыскать. Учебный поиск направлен на закрепление навыков как прочеса местности, так и составление карты и работы с визистом. Александр Кондраков впервые участвует в таких учениях. Однако на настоящем поиске он уже был. Правда тогда найти живым человека не удалось. И парень понял, надо помогать. Людей теряется много, люди теряются часто и надо их помогать. Чем больше людей в отряде, тем проще и быстрее можно найти человека. Для учения выбрали местность с оврагами и небольшой лесополосой. Вроде бы территория просматриваема. Однако так только кажется. Ручейки, которые протекают, небольшие ямки, ображики. Человек даже в 40-сантиметровой траве с 3 метров уже не виден. Масштаб поиска 3 на 3 километра. Но на настоящем задании добровольцы уходят на поиск и на 30-40 километров. Наш отряд получил в пользование новое оборудование для связи. Это антенна с мачетой и наш новый репитер. Что он позволяет делать? Если в обычной жизни наши портативные рации перекрывают всего лишь где-то 1,5-2 километра в лесу связи, то используя репитер и нашу новую антенну, мы позволяем в лесу делать связь на расстоянии 15 и 30 даже километров. В отряде состоят люди разных возрастов, профессий, но всех их объединяет одно – желание помочь. Зарялись я один. Найден артефакт. Ботинок. Рядом с ним след. Когда мы в Калужской области грибников нашли. То есть они действительно потерялись? Они действительно потерялись, да, и были за границей уже Орловской области в Калуге. Это был мой первый поиск. Да, я помню, я пришла домой в 8 утра, я легла спать, и вечером я уже поняла, что я уже не могу, я хочу еще. Поиск длился около трех часов. Наша съемочная группа не застала завершение мероприятия, но нам передали, что все задачи были отработаны. Человека нашли. Как вообще появился поисково-спасательный отряд Лиза Алерт? Около 13 лет назад в Подмосковье 4-летняя девочка Лиза Фомкина вместе со своей тетей вышли погулять и не вернулись. Пять дней их никто не искал, и тогда, увидев ориентировку в интернете, сотни неравнодушных решили взять дело в свои руки. Но было уже поздно. Девочку нашли погибшей. И чтобы таких случаев стало меньше, добровольцы решили объединиться. Теперь в нашей стране более 64 региональных отрядов. Только за апрель добровольцы нашей области отработали 15 заявок. 12 людей нашли живыми, один погиб. Место еще одного человека пока неизвестно. Лиза Алерт нуждается в поисковиках. Ждут в отряде каждого.